здравствуйте дамы и господа с вами вадим печерский миграционный консультант и руководитель компании rush in the commutation center сегодня хочется сообщить и поговорить о новости который опубликовал госдепартамент сша для тех кто интересуется переходом границы между мексикой и сша если эта информация для вас интересно оставайтесь с нами подписывайтесь на канал делитесь этим видео если посчитаете нашу работу полезны поставьте нам лайк как индикация того что мы делаем нужную для вас работу должен сказать что я не адвокат я не даю юридические консультации я рассказываю примеры конкретных кейсов и делюсь новостями которые мы как лицензированные миграционные специалисты получаем напрямую с госдепартамент сша акты и судебные акты под инструкции которые нам сливаются и вот этой новостью считаю что нужно поделиться особенно сейчас настоящее время когда столь многих людей интересует алгоритм пересечения границы между мексикой сша и так что же произошло госдепартамент сша совместно с иммиграционной службы запустили новое мобильное приложение которое называется cbp one это приложение имеет свои цели разгрузить скопления людей на границе упорядочить переход границы каким-то образом все-таки нормализовать момент пресечения границы до сегодняшнего дня абсолютно не нормализован также целью этого приложения было минимизировать нелегальные пересечения границы в тихуане и других приграничных городах активизировались как русскоязычные преступные элементы такие мексиканские преступный элемент который в содружестве пытается обманным способом помочь за деньги естественно соискательным политическое убежище пересесть границу очень часто это заканчивается нелегальным пересечением границы где люди попадают на территории сша без проверки без инспекции без разговора с представителями пограничного контроля а это является грубым нарушением и по сравнению с теми кто получил гуманитарный пароль эти люди находятся совершенно не в привилегированном состоянии положение поэтому вот эта цель иммиграционной службы будет ли это работать даст ли это свои результаты мы скорее всего узнаем от тех людей которые эту границу пересекая с помощью данного приложения загрузив туда свою биографическую информацию возможно подгрузить туда документы и сопровождив это различными комментариями по конкретной ситуации в итоге в сухом остатке человек должен получить на свой телефон сообщение с которой будет иметь дату время пересечения границы и порт пересечения границы в каком он где его будет ждать конкретный инспектор для прохождения собеседования и инспекции его документации на предмет а может ли он получить возможность пересечения границы с гуманитарным паролем также целью этого приложения внедрение этого приложения является минимизировать контакт с преступными элементами которые активизировались на границе между мексикой и сша причем это это русскоязычная и это товарищи из приграничной мексики которые за деньги пытаются помочь людям пересечь границу и зачастую нелегальным способом то есть если вы пересекли границу через дырку в заборе вы не имеете все тех же возможности бенефиты и шансы на получение положительного решения как если вы пересекаете официально границу с гуманитарным паролем поэтому в данном использование данного приложения абсолютно неуместно невозможное использование посредников конечно вы можете дать свой телефон кому-то кто вам может помочь но именно это одна из целей работы данного приглашения приложения не адвокаты не иммиграционные консультанты не агенты не посредники не могут и не должны участвовать в том чтобы эту информацию загрузить на портал конечно возникает определенные технические сложности люди более старшего поколения не совсем знают или совсем не знают как разбираться с мобильными приложениями в мексике связь интернет и абсолютно не везде присутствует тут мексиканская сторона также заявила за своей стороны что они начинают установку 8 дополнительных вышек которые помогут иметь сотовую связь охватывают сотовую связь на большем количестве территория также не начинают тренировать свой персонал который будет помогать мигрантам в том чтобы подгрузить все свои данные на портал иммиграционной службы сша опять же это супер новая программа мы пока не видим не знаем как это работает работает ли это вообще но цель ясна и будем теперь следить за тем как это происходит в этом видео в конце мы сделаем ссылочку на эту программу чтобы вы могли иметь доступ что вы может быть почитали дополнительно об условиях и правилах с использования этого мобильного приложения будем очень благодарны за обратную связь от людей которые уже использовали это приложение получили дату-время пересечения границы и пересекли границу это нам поможет своевременно и точно информировать широкие массы о том как действительно это работает на практике пока это только в теории с вами был вадим печерский и команда rush in documentation center мобильный